МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. В БИ поступило сообщение о взрывном устройстве, а в спальном районе города обнаружили мину. Не в сказку попали. В Барнауле развернулся конфликт вокруг обслуживающей организации «Теремок», что довело людей до суда. Без кальяна и ставок на спорт депутаты АКЗС расширили перечень мест, куда детям вход запрещен. В центре города сегодня эвакуировали студентов и преподавателей. Причина – сообщение о минировании Барнаульского юридического института. Подробности происшествия сейчас уточняются. За год это уже по меньшей мере третье сообщение о бомбе в ВУЗе. В прошлый раз сообщение о минировании сюда поступило 20 марта. По словам горожан, на якобы заложенных взрывных устройствах предупредили по электронной почте. Также эвакуировали студентов и преподавателей утром 16 января. И в то же время в спальном районе Барнаула на одной из стройплощадок нашли мину. Строители извлекли боеприпас, после чего его обезвредили специалисты Росгвардии. Это оказалась 82-мм минометная мина. Она пролежала в индустриальном районе долгое время в земле, поэтому уже есть следы ржавчины и коррозии. И к другой теме. Техника вышла в поля. В крае началась посевная кампания. Первыми к работе приступили хозяйства на юге региона, в Ключевском и Кулундинском районах, сообщил глава региона Виктор Томенко в своем телеграм-канале. Аграрии этих районов начали сеять ранние зерновые и зернобобовые, овес, пшеницу и подсолнечник. Общая площадь посева под зерновые на данный момент составляет более 1200 гектаров. Чуть позже к работам приступят остальные районы края, сообщает правительство региона. Общая площадь возделывания остается на уровне прошлого года – почти 5,5 миллионов гектаров. А пока в более чем половине районов края идут работы по сохранению влаги в почве. По последним данным, баронования провели на площади более 700 тысяч гектаров. Кроме того, аграрии ведут подкормки минеральными удобрениями посевов многолетних трав и озимых. В Барнауле развернулся большой конфликт вокруг теремка. Так называется обслуживающая многоэтажку организация, руководители которой хотят сменить собственники дома. Но последний настойчиво не уступает свой пост. Ситуация накалилась до такой степени, что на последнее собрание жильцов собралось более сотни человек. Тему продолжит Юлия Щепина. Претензии к состоянию дома 89 на Малахова к председателю ТСЖ поступают от жильцов регулярно. По словам собственников, дом 2006 года постройки постепенно приходит в негодность. Это и внутри подъездов, это обрушаются внутри подъезда швы, вываливаются, это и плитка, это и стены, это и грязь, именно вот наверху, которая требует ремонта. Мелким ремонтом помещений жильцы занимаются сами, но для решения более сложных проблем требуются специалисты. Подоконники были, ну страшно, обыкновенная шпаклевка облезли. Сами пришли и с мужем положили плиточку. За три года ничего не сделано. Очень много проблем у нас. С десятого этажа кирпичи падают, вот уже три года. В доме совершенно нет хозяина, говорят люди. Вести диалог с действующим председателем крайне сложно. Ты не имеешь права. Так, руки убирал, руки убрал. Так, смотри. Вова, снимай, снимай. Сейчас сломает. Смотри, смотри, как трещины пошли по монитору. По словам жильцов, председатель, преследуя личную выгоду, действует незаконно. Так, в марте 22-го года он предоставил в инспекцию ЖКХ реестр участников ТСЖ в одном количестве, а спустя полгода в гораздо меньшем. В составе ТСЖ было 305 человек. 305 человек. На сегодняшний день всего осталось 5. Соответственно, он пытается закрыть наше ТСЖ родное, доброе. Но с этим люди не согласны. Они не хотят ликвидации ТСЖ, поэтому решили провести собрание. На нем собралось больше сотни человек. И от большинства звучало – бюллетени не видели, не голосовали и из состава ТСЖ не выходили. Мы проголосовали за изменение членов правления, за изменение председателя, но Дорцвейлер решил оспорить. И это собрание указав о том, что у нас 5 членов ТСЖ. Сам Александр Дорцвейлер, председатель обслуживающей организации, от официального комментария отказался. Но в устном диалоге по телефону пояснил – все его действия законны. Более того, он подал два судебных иска. О признании недействительным результатов собрания собственников жилья иск неудовлетворили. И последовала апелляция. И о защите чести и достоинства. Дорцвейлер подал в суд на меня, якобы за какие-то оскорбления. Официально, при всех вас, я заявляю, что этого человека я видела два раза. А на замечание о том, что жильцы хотят видеть другого руководителя обслуживающей организации, Александр ответил следующее – ТСЖ уже ликвидировано. К слову, учредителем УКА «Алтайский теремок» в каталоге управляющих компаний значится именно Александр Дорцвейлер. Жильцы говорят, в управляйку никто переходить не хотел и заявляют – подписи были получены нечестным путем. Мы, собственно, собираем здесь сейчас шатер, чтобы поставить стол, собирать подписи с людей, оповещали ли их о проведении собраний, инициированных, как сказать, руководством ТСЖ нашего, не оповещали. Бюллетни периодически подделываются. Доказать подлинность бюллетня очень сложно. Единственный вариант, как это сделать – это физическое присутствие, снятое на видео, на фотофиксацию. Фото и видеоматериалы люди хотят предъявить на очередном заседании. Они надеются – суд примет их во внимание, встанет на сторону жильцов, и они будут иметь уже законные основания сменить, наконец, руководителя обслуживающей организации. Но последние намерены дальше отстаивать свою правду – оставаться председателем. Конфликт вокруг теремка нарастает. Мы будем следить за развитием ситуации. Добавим, следующее заседание суда пройдет 10 мая. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, День с толком. Алексей Городов, арбитражный судья, которого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, пытается оспорить наказание. Напомним, 11 апреля Центральный районный суд приговорил Городова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 миллионов рублей. В конце апреля сразу от четырех лиц поступили жалобы на этот вердикт. А 26 апреля апелляцию подали Городов и его адвокат. Отметим, что по ходу расследования Городов свою вину категорически отрицал и не признался ни в одном из шести эпизодов получения взяток на общую сумму почти 5 миллионов рублей. Суд над арбитражным судьей длился два года. Разбирательство начато по инициативе главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. На время расследования полномочия судей Городова были приостановлены. Мать, которая сожгла свою девочку, могут отправить в психбольницу. Экспертиза показала, что 40-летняя женщина убила ребенка в состоянии невменяемости. Об этом сообщает Краевой следственный комитет, который завершил расследование данного дела. По результатам судебно-медицинских экспертиз установлено, что в силу хронического психического заболевания женщина была лишена способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В прокуратуре Края пояснили, сельчанка нуждается в принудительном лечении в медорганизации, которая оказывает психиатрическую помощь в стационарных условиях. Материалы уголовного дела передали на рассмотрение суда. Напомним, женщину обвиняют по статье «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью». Как сообщает следствие, днем 20 февраля мать посадила ребенка в таз, обвела керосином и подожгла на глазах восьмилетнего сына. Девочка скончалась от ожогов. По словам самой женщины, так она изгоняла из дочери духов. Знакомые обвиняемые рассказали, что та была наивная и всем верила. В том числе и местной колдуньи, у которой за деньги проводила ритуалы. Депутаты АКЗС сегодня обсуждали законотворческую инициативу о заявлении самовыдвиженцев на выборы губернатора. После непродолжительной, но довольно яркой полемики с преимуществом в один голос, народные избранники одобрили законопроект. Но принят он не был. Как так вышло и какие другие решения были приняты на очередной сессии краевого парламента, расскажет Анастасия Дороган. Этим выборам нужен институт самовыдвижения, решили в одной из политических партий. И сегодня в АКЗС рассматривали законопроект о том, чтобы выдвигать кандидатуру на пост главы региона могли и самовыдвиженцы. Еще одна инициатива – снизить муниципальный фильтр для участия в выборах партии с 7% до 5%. Реальность такова, что пока преодолеть этот порог может только Единая Россия. Эти предложения представили за 4 месяца до выборов алтайского губернатора, обращаясь к самой крупной фракции парламента. Единая Россия, мы постоянно об этом говорим, это партия власти. Власть – это сила. А сила, как известно, в чем правда. А правда она такова, что на самом деле повышение конкурентности и открытости на выход губернатора позволит легитимизировать в большей степени результат и тем сильнее сделать победу того кандидата, который выиграет. Спасибо, Александр Владимирович. А власть поставит меня на ее. Боится. Но в целом в своем выступлении Александр Молотов обращался скорее к оппозиции. Внутри нее единства не нашлось. В нашей партии мы участвуем в силу, а в фильтр. В целом, в силу, 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 в силу. Тем не менее, с привесом в один голос депутаты идею одобрили, но не набрали достаточно голосов и проект не прошел. Еще более жарким выдалось обсуждение инициативы о комендантском часе для детей. Депутаты расширили перечень мест, где детям находиться нельзя. Там, где курят сигареты и кальяны, в букмекерских конторах, а ночью и в компьютерных залах, в расселенных или аварийных зданиях, на пляже, если нет сопровождения взрослого. Прежде всего, законно-воспитательная функция. Если мы говорим про водоемы, мы понимаем, что на всех водоемах не будет стоять проверяющий, который будет проверять один ребенок или со взрослым. Если мы говорим о таких местах, то здесь мы надеемся на бдительность взрослых, окружающих, которые могут сообщить о том, что дети находятся в таком аварийном здании. Некоторые посчитали, что проект сырой, а ограничений для детей слишком много. Мы решаем подростков возможности подниматься на чердак, на крышу, спускаться в подвал, кого мы растим. Нужно заставить принципалитет роваться в части сноса и ограничения возможности посещения заброшенных зданий. Сколько вы совершенно детей сегодня воспитываете вы? Вот так хоряно бородейте за этот закон, я вам скажу как отец. Я не вижу в нем ничего судительного. После пререканий, частично эмоциональных, депутаты все же одобрили закон. 40 за, против, воздержались и не голосовали 17. Некоторые парламентарии сомневаются, как будет работать этот документ, ведь реагировать полиция или органы власти будут на оповещения от неравнодушных. Поддержали в АКЗС и закон о досрочном выходе на пенсию инструкторов физ. воспитания в детсадах, уравняв их права с коллегами. Представьте, когда 22 года заканчивает ВУЗ, например, или колледж инструктор физического воспитания и руководитель физического воспитания. Руководитель имеет право выйти на пенсию, соответственно, через 25 лет, то есть 47 лет. А инструктор с учетом повышения пенсионного возраста выйдет на пенсию в 63 или в 65. Считаем это с точки зрения социальной справедливости неправильным. Кроме того, утвердили закон о депутатских декларациях. По новым правилам, теперь публиковать будут лишь общее количество депутатов, подавших и не подавших этот документ. А сама процедура останется обязательной для тех, кто работает в парламенте на постоянной основе, если расход депутата превысил доходы за три года. Ни один из депутатов не проголосовал против. В преддверии общегородского субботника к летнему сезону Барнаул начали приводить в порядок. В частности, горожане сегодня преобразили аллею на Малахова. Эта точка Ленинского района также входит в проект онлайн-голосования по благоустройству территорий. Всего в районе расположено семь значимых для города мест, которые нуждаются в преображении. Проголосовать за них можно до 31 мая. Аллея на Малахова, пожалуй, излюбленное место встречи прогулок для многих барнаульцев. Ее символом и координатой уже больше 40 лет являются эти часы. И если барнаульцы назначают друг другу встречу, то обязательно указывают эту точку. И по словам самих жителей, сверять время по этим часам уже стало традицией. Итак, на моих 15-10 и все с точностью до минуты. Здесь же несколько лет назад установили аллею памяти военнослужащих 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, куда ежегодно со всей России съезжаются люди, чтобы почтить память героев. Каждый сезон аллею приводят в порядок. Однако на ней еще есть участки, которые предстоит доработать. Ведь протяженностью она 55,5 тысяч квадратных метров. От улицы Георгия Исакова и до улицы Антона Петрова отсутствует благоустроенность, то есть отсутствует и плиточное покрытие, а другие элементы благоустройства. И как раз хотелось бы, чтобы в рамках голосования за общественные территории жители Ленинского района приняли активное участие и проголосовали. Конечно, надо же сделать логическое завершение, продолжение этой истории. Мы за ней ухаживаем. Вот сегодня у нас в рамках чистого четверга ребята, 75-я школа работают. Завтра будет 131-я гимназия здесь работать. Эта площадка уже становится центром притяжения. Мы проводим тут мероприятия и патриотического воспитания, и просто праздники мы делаем. С удовольствием хотим, чтобы это было. Сейчас мы даже рады. Посмотрите, скамеечки, какие здесь хорошие поставили. Сядешь, а клюба дорого посмотреть. Спасибо всем тем, кто вот так вот ухаживает. Обгораживает нашу территорию. Барнольцы могут сами выбрать, какие территории будут благоустроены в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды на 2024 год. В голосовании участвуют 37 точек города. Кстати, за две недели набралось уже больше 23 тысяч голосов. В лидерах пока Сиреневый бульвар и бывший парк культуры и отдыха имени Ленина. Помимо того, что люди голосуют за благоустройство общественной территории, которая выбирается вот в этом году, они параллельно еще принимают участие в голосовании по дизайн-проекту парка «Юбилейный». Возможно, это будет упор сделан на спортивной площадке, а возможно, для места проведения досуга и отдыха. Голосовать можно до 31 мая с 14 лет и несколькими способами. На странице загородсреда.ру посредством авторизации через портал госуслуги. И также на официальном сайте Барнаула через виджет общественного голосования госуслуги «Мой выбор, мое будущее». Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Как победила Красная Армия в Сталинградской и Курской битвах? Когда случился прорыв блокады Ленинграда? Ответы на эти вопросы точно знают участники Всероссийского диктанта Победы. Сегодня в Алтайском крае тестирование на знание истории Великой Отечественной войны проходит более 8 тысяч человек. В регионе работают 102 площадки, где предлагается писать диктант точно. Также это можно сделать онлайн на сайте диктант Победы.РФ. О том, почему это важное событие, узнавала наша съемочная группа. Исторический диктант традиционно пишут все, кому не безразлична история России. От школьников до пенсионеров. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов. 20 по общей военной исторической тематике и 5 по региональной. В этом году вопросы будут касаться, например, Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса от нацистов или прорыва блокады Ленинграда. Нюрнбергский процесс – это процесс, когда высшее руководство Германии судили за то, что они делали советским народом и в целом, какие разрушения принесли советскому народу и Советскому Союзу. Мне кажется, это очень важно знать историю, потому что мы не сможем анализировать будущее, если мы не будем знать своего прошлого. Если говорить о масштабах акции, то в этом году диктант Победы проводится в России и более чем в 40 странах мира. Общее количество очных площадок – 22 тысячи. Центральная площадка – традиционно Музей Победы в Москве. Эта акция уже стала доброй традицией, которая позволяет еще раз обратиться к тем историческим событиям, которые у нас проходили в недалеком прошлом и сакцентировать внимание на патриотическом воспитании молодежи. Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, будут даны дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. А федеральные победители получают право принять участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве. Мария Мацава, Дмитрий Денисов. День с толком. На премию за победу в конкурсе «Всей семьей» решено отправиться в путешествие. Об этом наша съемочная группа рассказала лучший воспитатель года Алтайского края Наталья Никишина. 200 тысяч рублей и возможность представлять регион на конкурсе уже российском. Такова награда за победу для инструктора по физической культуре Барнаульского детского сада номер 58. С подтянутой и улыбчивой Натальей Викторовной встретилась наша съемочная группа. Доброе утро, физкульт! Привет! Здравствуйте еще раз. Скажите, пожалуйста, а вы любите сказки? Инструктор физкультуры в 58-м детском саду использует свою методику занятий. В мире спортивной сказки грустные и часто болеющие дети превращаются в жизнерадостных и здоровых. Она очень творческая. То есть любое физкультурное занятие, она может, рядовое занятие, скажем так, превратить в интересное приключение, в захватывающее путешествие, в волшебную сказку. И в этом ее изюминка. Но Наталья занимается дошколятами не только физкультуры. Ее педагогическая находка, благодаря которой, собственно, она и обошла 14 конкурентов на краевом конкурсе воспитателей, это туристическая деятельность. Иными словами, детсадовцы знают и как костер развести, и как узел завязать, и даже палатку поставить. А еще раз в месяц ходят в походы за территорию детсада. Это парк юбилейный, который сейчас очень красив, после того, как его, скажем, отреставрировали, отремонтировали. Это стадион-лабиринт, где есть зеленая роща, гимназия номер 80, там прекрасная рябиновая роща. И близлежащие социальные объекты. Мы знакомим детей с нашим микрорайоном, потому что большинство детей из нашего детского сада пойдут в наши школы, которые здесь находятся. Мы показываем им безопасные пути. У Никишиной занимаются уже целыми семьями, хотя в детском саду она работает всего 9 лет. Меня старшая сестра назвала Наташей в честь Натальи Викторовны. Моя старшая сестра тоже ходила в этот детский сад. Благодаря Наталье Викторовне старший сын полюбил физкультуру, стал более активным, более уверенным в себе, занялся баскетболом. Средний сын уже маленький спортсмен, занимается гимнастикой, имеет спортивные разряды. Наталья рассказывает, все участники конкурса «Воспитатель года» были достойны победы. Ей просто улыбнулась удача, хотя готовилась она долго и упорно. Думала, как выгоднее показать свои педагогические находки, изучала авторов, работающих по той же тематике. Конечно, было непросто. В 7 утра ты уже нарядный, с хорошим настроением, неважно, что ты спал или не спал, ты приходишь к детям незнакомым. Тебя дети видят первый раз. И как оно к незнакомым детям? Когда ты работаешь с детьми, дети все отзывчивые, все одинаковые. То есть реакция детей меня порадовала. В сентябре Наталья представит Алтайский край в Волгограде на всероссийском конкурсе «Воспитатель года». Коллеги и воспитанники верят в ее успех. А пока Наталья вместе с семьей собирается в свое туристическое путешествие. Именно на поездку планирует потратить денежный приз конкурса. Но не весь часть отдаст любимому детсаду. Ведь ее победа – это, по сути, общий успех коллектива. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Лошадиного, Ядовитого и других пауков обнаружили в классическом ВУЗе. Там в эти дни проходит бесплатная выставка хищных насекомых, среди которых есть и экзотические экземпляры. Подробнее в сюжете Данила Кузнецова. Ой, ой, ой. Хороший паук – ползающий паук. Остановился и поднимает лапки? Готовьтесь пережить атаку. Конечно, не смертельную. На выставке в АГУ членистоногих убийц нет. Зато кусающихся хватает. Но не так страшен черт, как его молюют, рассказывает хозяин пауков Александр Филатов. Лучше бояться именно аллергической реакции, так как птицееды вообще, пауки, довольно-таки безопасны для человека. И яд у них действует иначе. Ни в коем случае нельзя перетягивать конечности, потому что ткани начнут разлагаться. В любом случае ядовитых пауков и подержать-то не дадут. Они хорошо запечатаны в коробках. Прикоснуться можно только к безобидным. Например, к лошадиному пауку птицееду. Несмотря на рекордный размер, скулак и ночную охоту, для людей он не представляет никакой опасности. Их отличительная черта то, что они могут наплодить до полутора тысяч деток. Ну и в целом он достаточно приятный. Именно с него можно, в принципе, и начинать разводить пауков у себя дома, если, конечно, хотите. Александр свой путь в арахнологию, науку о пауках, с этого вида и начал. Говорит, они миролюбивы и неприхотливы. Но за обитателями тропиков интересно наблюдать. Случайно увидел в зоомагазине стоящего на витрине. Купил. Потом решил, надо еще одного. Надо еще. Еще. И в итоге связал свою жизнь с пауками. То есть я буду заниматься дальше именно пауками-птицедами по научной сфере. В свободное от написания статей время Александр вместе с другом будут организовывать выставки. Каждую последующую они постараются разнообразить новыми видами пауков. Это одно из способов показать, что наука не только сидеть, ну, биология, по крайней мере, не только в лаборатории это, а еще и коллекционирование животных. Вот это найс форм. На этой выставке некоторые членистоногие приглянулись посетителям и обрели в итоге новый дом. Кстати, в таком гарантированно не будут водиться другие насекомые. Птицееды обожают поедать тараканов. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. И к приятным новостям. Наш телеканал вошел в топ-3 по приросту охвата информационных передач среди всех телеканалов России 22-й кнопки. Рейтинг составила информационная система онлайн-мониторинга и анализа телесмотрения Media Hills. Кроме того, толк попал в топ-25 региональных телеканалов 22-й кнопки по телесмотрению в январе-марте 2023 года. Для нас это важный показатель качества нашей работы и уровня вашего доверия. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания Evalar. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok